здравствуйте дорогие друзья сегодня на канале фермер одиночка я вам расскажу как начинал заниматься индоутками было это пару лет назад знал о них я тогда немного но решил попробовать однако поскольку для меня это не бизнес как я говорил я занимаюсь агроделом и в частности животноводством для обеспечения себя семьи и близких мне людей то сильно вкладываться материально и рисковать не знаю выйдет ли из этого толк мне не очень хотелось цены на взрослую птицу у нас довольно высокие у нас в районе в частности взрослые селезни продают от 2000 рублей уточек 1200 1500 рублей и в итоге утиная семья один селезнь и три утки выходили бы внушительные около шести шести с половиной тысяч я решил поступить по-другому я приобрел на пробу четырехсуточных утят мускусные утки в инкубатории я обычно брал цеплят бройлеров цена на утенка 250 рублей в принципе если брать в частных хозяйствах то будет еще дешевле и того 4 утенка мне обошлись в тысячу рублей покупкой я занимался в мае несут сын до утки обычно в марте плюс-минус поэтому даже если бы я взял в мае взрослую семью уток вероятнее всего не стись они бы стали только к осени я брал именно до уток не просто откормить и зарезать да потому что это ну тогда не выгодно тогда лучше мулардов брать я именно хотел чтобы они сами себя воспроизводили то есть они выводили птенцов и у меня вот как раз эти птенцы бы уже шли на откорм вот таким образом если бы я взял в мае вот взрослую семью скорее всего не стись они стали только к осени и как бы принципе ничего не потерял то что мои утята как раз за летний период выросли с мая до октября вот за шесть месяцев они выросли начали нестись и вот с 20 октября у меня в осенне и зимний период утята переезжают в подвал где плюс 12-15 градусов стабильно тоже на холоде они нестись не станут тогда уже до весны а у меня они начали нестись и как бы все прекрасно сели на яйца но за это время то есть пока они у меня росли за лето при сравнительно таком небольшом вложении во птицу всего одну тысячу рублей я смог для себя решить что это во первых мне подходит именно индоутки определиться с местом содержания птицы то есть определиться режимом кормления и так далее то есть это время я потратил именно на изучение и для того чтобы понять что это мне подходит сейчас конечно меня помимо тех уточек с которых все начиналось уже есть птицы из других хозяйств так как надо обязательно обновлять кровь иначе они мельчают причем заметно мы вернемся к суточным малышам и так вы купили утят но надо понимать что если бы утята вывелись из яиц под наседкой мамой уткой всю заботу о них взяла бы на себя мамаша утки греют малыши ухаживают защищают смазывают их оперение жировым секретным что не позволяет пуху и перышками намокать и малыш малыши не тонут поскольку у вас птенцы без мамы вам придется поселить утят в теплый брудер у меня в брудере был 32 градуса в частности как на бройлеров у меня был рассчитан изначально когда я приобретал суточных утят я их брал вместе с цыплятами бройлеров одновременно они в принципе выводились в один день 2 мая брала в том же месте что называется на пробу поскольку у суточных утят никто в хозяйствах обычно пол не определяет малыш не продают что называется россыпью вот поэтому прийти и сказать что дайте мне вот суточных там селезня и столько-то уток но вряд ли у вас получится в идеале ну я решил возьму на удачу там посмотрим в идеале хотелось конечно иметь семью это одного селезня и три уточки кстати с определением пола у индоуток и дальше не все так просто но об этом потом поговорим отдельно но в итоге с моим везением как говорится только угадывать в какой руке арбуз получилось три селезня и одна стервозная вредная утка ужасная вообще но это не так важно главное несется там характеры уже отдельно и так купил суточных утят выделять для них отдельный брудер жирно какать будут как говорится поэтому посадил вместе с бройлерами утята крупнее цыплят по началу мне было боязно думал как бы они не затоптали цыпляток бройлеров особенно когда утята растопыривают свои зачатки крылышек и бегут сломя голову из одного угла брудера в другой за цыплят которые по пути попадаются страшновато но это лишние страхи они прекрасно уживаются вместе жили вплоть до пересадки бройлер в клетке а уток в загон на улицу там скорее наоборот было что бройлеры у которых был существенный численный перевес кооперировались оттесняли более массивных но разрозненных и скромных утят от кормушек но никаких серьезных эксцессов не было всем в итоге всего хватало все было хорошо первые сутки кормил мелко измельченным сваренным вкрутую куриным яйцом ну в принципе ты и цыплятам подходит это как бы обычное дело как только привез сразу пропаил малышей скорбинкой обычно обычная скорбинка в аптеке покупаю но просто прошу в порошке есть скорбинка в порошке такие порошочки пакетики небольшие начитавшись из-за неопытности страшилок что суточные птенцы могут не уметь распознавать корм конечно беспокоился читал про метод когда корм насыпают на спинки птенцов а когда он ссыпается то есть движение привлекает утят и так они учатся кушать но на практике этом по сути мне не понадобилось они сами довольно быстро всем разобрались я просто наблюдал что они действительно едят и ну клюют и видно что они едят на вторые сутки я уже начал по чуть-чуть добавлять к рубленому яйцу дополнительно дополнительно помолотый комбикорм пк-5 крупку и постепенно за 35 дней они перешли просто на пока 5 вот поначалу дополнительно умолол в кофемолке ну а потом уже просто крупку давал воду в вакуумных поилках брудере меняем часто так как она нагревается от инфракрасных ламп и быстро портится по этой же причине корм с яйцом или если творог добавляете надо убирать и менять нельзя долго оставлять его под лампами поставили покормили через 20 минут забрали кормушечку поменяли через какое-то время кормим первую неделю часто не реже шести раз в день я просто ставил на телефоне уведомление каждые два часа и каждые два часа их кормил где-то с пятого дня добавлял в корм мелко натертую морковь и размолотую в кофемолке скорлупу яичную потом стал добавлять свежую мелко порубленную зелень листья дуванчика там клевер и так далее ну все что на участке есть инды утки довольно неприхотливая птица но первые пару недель птицеводу который сам выхаживает птенцов без наседки придется повозиться ну как с любой птицы тут просто нужно внимательно все соблюдать и все будет хорошо в этом нет ничего сложного сверхъестественного ухода утятам не требуется поэтому не пугайтесь по температуре желательно придерживаться в первую неделю от 28 до 32 градусов чтобы брудере было далее постепенно снижаем для двух недельных птенцов 22-24 градуса вот я примерно в по зоне держал а начиная с третьей недели уток можно держать при температуре где-то там 17-20 градусов иногда там ночью 16 был ничего страшного все нормально что касается водоема и доступа утят к открытой воде или емкостям для купания здесь надо соблюдать осторожность сразу скажу у меня вообще то есть я поначалу там когда они уже были повзросле и ставил им таз с водой для купания да им это очень нравится но грязь которую не разводят при этом это ужасно поэтому я от этого отказался они у меня имеют только непильные поилки и в принципе им хватает никакой специальной емкости для купания я им не ставлю вот значит что касается малышей я будут с этим емкостями для купания соблюдал осторожность во первых раньше двух-трех недельного возраста я бы их просто не подпускал к воде они могут банально простудиться из-за купания в холодной воде учитывая что покупать вы обычно покупают обычно весной причем там ранее это апрель май поэтому искупавшись холодной воде могут банально простудиться помимо этого если за птенцами ухаживать на сетку утка она смазывает их пухой оперение жиром и он не промокает в воде птица вот этого сделать не сможет и в результате оперение утенка быстро намокает и он может просто утонуть поэтому здесь тоже осторожнее с месячного возраста я кормил утят три раза в день трехразовое питание было добавлял уже побольше рубленой зелени давал немного рыбьего жира капы и шприца на комбикорм в кормушке кормушки поилки моем соблюдаем чистоту вот такой режим дезинфекции то есть убираем все своевременно с 20 с 20 дневного возраста где-то приучал к ниппельным поилкам утят в итоге убрал вакуумные банки так как птенцы быстро растут они довольно массивные и активные и начинают их просто сбивать грудью ударит толкнет и сбивает банку в общем итоге с 20 дневного возраста ниппельные поилки у них были ну вот пожалуй основные моменты выращивания суточных утят мускусных уток с вами был фермер одиночка до новых встреч